У каждого из нас есть хотя бы одно любимое кафе, ресторан, где его всегда приветливо встретят и вкусно накормят. Индустрия общественного питания в Чувашии, а вместе с ней и инфраструктура гостеприимства с годами так поменялась, что многие жители обедают или ужинают вне дома теперь не только по особым датам, но и в будни и без повода. Доказательство тому немалое количество новичков на этом рынке. Идет постоянный поиск фирменных и национальных блюд, негласные кулинарные ринги, всевозможные конкурсы, победителями которых оказываемся мы, потребители. А вкусные и здоровые пищи, сервисы, известных и не очень именах в нашей программе. Юрий Сиволоп – кондитер с 25-летним стажем. Он готовит не просто вкусно, а очень вкусно и красиво. Да-да, не удивляйтесь, сейчас он шеф-кондитер кафе «Планета». Руководит процессом приготовления тортов и пирожных. В его задачи входит разработка и постоянное обновление меню, внедрение необычных техник и секретных ингредиентов. Сейчас уже люди не только хотят вкусно есть, но и чтобы она красиво выглядела. Кондитер, во-первых, он должен любить свою работу, потому что если у него нет желания готовить, естественно, даже по одному и тому же составу, если вот есть раскладка, один человек может ее сделать прям так пышной, легкой, вкусной, а кто-то может и без настроения, если будет работать, естественно, у него будет и страдать и в качестве оформления, и в качестве вкусовых качеств тоже. Потому что даже при выпекании, если чуть-чуть какое-то время в печке передержал, естественно, уже будет такой гореловатый вкус. Хорошее настроение, спокойствие и фантазия, по мнению Юрия, это залог кулинарного шедевра. А еще поварская интуиция и любовь к делу. Это позволило ему стать первым на международном кулинарном чемпионате, проходившем в Словении. На первый взгляд кажется, будто мастерица воткнула иголку в неоконченное шитье на столике и ненадолго отлучилась. Для большей достоверности на полу даже лежат обрывки ниток и ткани. Сложно поверить, но все это седобно. Работа нити жизни поразила членов жюри оригинальной идеей и качеством исполнения. Из медового теста, по крайней мере, тяжело выпекать, лепить, вырезать. Фактически это как столярная работа. Выпекаешь болванки, столешницу, вырезаешь, сушишь. Еще учитывать надо, чтобы она тоже при сушке не изменила свои объемы. А из заварного теста получается сделана сама скатерть. Типа аналогично вот под эту ткань мы делали. Ни яичницы по утрам, ни макароны на ужин, ни борщ по выходным. И даже не французская клафути из замороженной вишней. Что делает повара поваром? Валентина Борисова считает, что вкусовые эмоции, вдохновение и знания. Она технолог общественного питания красноармейского райпо. Специалист по разработке, производству, реализации и контролю качества кулинарной и кондитерской продукции. Сегодня со своей командой приготовит для нас фирменный салат-букет Чуваши. Хочешь сделать гениально – делай просто, говорит она. Гостю не надо напрягаться и стараться понять, что у него в тарелке. Блюдо должно быть эстетичным, понятным. Здесь мы использовали шпинат, здесь салат. Можно использовать еще и руколу. А вот у нас национальный, этот самый, был испокон веков тыква. Тыква мы использовали здесь два вида – желтый и белый. Пожареного масла сливочным. Сыр тоже цувашский, ну, раньше он назывался чекот. Сейчас сыр заправили соусом, использовали оливкое масло, сои-соус и бальзамический уксус. Украсили тыквенными семечками, а здесь кунжутные семечки. Успех ее работы – это большой труд всей команды, которая должна быть сильной, дружной и работоспособной. Они все вместе постоянно отдачивают свое мастерство в различных республиканских и всероссийских кулинарных конкурсах. В этом же году мы участвовали в городе Уфе. Там тоже заняли первое место. И по карвингу участвовали, и по этим блюдам. Работать, если в конкурсе, участвовать командой. Без команды один. Все равно, если мы с командой, один одно, другое, другое. И при приготовлении, при салате, вот одно одно подсказывает, другое другое подсказывает. Вот и получается вот блюда. Есть повара, которые просто умеют готовить, но не каждый вкладывает свою работу в душу. А чтобы кухне нравилось, она должна быть неповторимой. Это когда отдаешь в зал блюда, и гости чувствуют, что приложил руку именно ты. Они в своем деле, на самом деле, профессионалы. Они знают свое дело. Мы, конечно, полностью стараемся привлечь своих клиентов. Для этого мы готовим разные блюда, принимаем их заказы. Мы участвовали в этих конкурсах, мы всегда занимали призовые места. И это нам очень помогло, потому что, во-первых, мы познакомились с очень интересными поварами. Узнали свои плюсы и минусы, которые очень нам сейчас помогают в работе. Также посмотрели идеи поваров, которые нужно внедрить в своей работе. У хорошего повара должен быть добрый характер, богатая фантазия и чувство юмора. Считает студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа Мария Ефимова. Эти качества помогли ей занять первое место на региональном чемпионате WorldSkills. Теперь она готова покорять новые вершины кулинарии. Маша представит республику на национальном чемпионате WorldSkills в направлении арт-класс. Тема – океан. Сейчас я окрашу коралл. И сегодня? Делается из ржанового и пшеничного теста, плюс еще опатока. Из-за этого получается такая крепкая скульптура. Но это затягивает, если честно. Начнешь и все, не остановишься. Из теста можно сделать все, что угодно. Спроектировать здание, по сути. Можно цветы сделать. Даже сказку. Участие в чемпионате молодых профессионалов уже говорит о высоком профессиональном мастерстве, отмечает преподаватель Анна Ярова. Кстати, она сама вместе со студентами участвует в конкурсах профмастерства. По ее словам, важную роль в образовательном процессе. Играют материальная и техническая база и современные условия труда. Все это у ребят есть. Сами изъявляют желания. Они очень инициативные. У них очень много идей и креативных идей. Наверное, мы сами вдохновляемся от их желания. И сами участвуем в профессиональных конкурсах. Выезжаем в столицу, Москву. Также мы участвовали в международных конкурсах по профессиональному мастерству. И всегда занимаем призовые места. А последние международные соревнования были в Словении. В направлении арт-класс заняли третье место. Сделали седовную картину. У нас было несколько эскизов. И в данном случае у нас здесь амазонка и лица. Мы использовали съедобные продукты, такие как манка подкрашенная. Все виды специи пробовали. Также у нас здесь кофе есть, пищевые красители. И несколько раз мы переделывали картину. Несколько раз идею меняли. Но в результате у нас итог. Сейчас в Чувашии работают около трех тысяч объектов, где можно вкусно поесть. Это кафе, рестораны, закусочные, кулинарии, столовые на предприятиях и в учреждениях социальной сферы. Число кафе за последние пять лет увеличилось в разы, но закусочных и баров стало меньше. Зато появились кафетерии, кофейни, пекарни. Мы и стараемся с ними в тесном контакте работать. Кроме того, много школьных столовок еще. И много комбинатов питания школьные, которым мы помогаем. Они являются членами ассоциации. Ассоциация имеет право также награждать мастер-повар. Мы через министерство юстиции прошли эту процедуру. Мастер-кондитер, мастер торгового сервиса, то есть официант. Эти такие критерии, они стимулируют. То есть не только он получает мастер-повар, мастер-кондитер, но за это мастерство еще руководить, обязан доплачивать. Команда поваров и кондитеров Чувашии – ежегодные участники всероссийских и международных кулинарных соревнований. Победа не главная, отмечает председатель ассоциации кулинаров Чувашии. В данный момент мы готовимся на поездку. Это вкусный Ташкент, то есть вкусный Узбекистан. Мы готовимся на две команды – взрослая команда и студенческая команда. Кроме того, это будет проходить в ноябре месяце. В октябре нас пригласил политехнический институт города Астрахани, студенческая олимпиада. И они очень заинтересовались и ждут наших ребят по этой олимпиаде. Это будет в октябре. Также нас пригласили участвовать. Раз в четыре года проходит кулинарная олимпиада мировая. Мы учимся. Приезжает со всех стран мира, приезжает из других городов, если здесь взять по Российской Федерации. Они показывают уровень. Мы учимся. То, что они умеют. Мы воруем, правда сказать, глазами. И тоже мы вводим в свою жизнь. Чтобы привлечь гостей и сформировать позитивный имидж своего кафе или столовой, работники проводят различные благотворительные акции, предлагают разнообразные формы и системы лояльности, блюда национальной кухни, ориентированные на потребителя. Так у горожан и гостей Чувашии формируется современный взгляд на культуру питания и отдыха вне дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова